Символ солнца в тарелке. У православных началась масленичная неделя. Активно праздновать ее будут в областном краеведческом музее. Здесь подготовили для детей историческую экскурсию, веселые конкурсы, игры и, конечно, блины. Ольга Загоруйко с подробностями. Такие необычные столбоходы на ногах – часть русских традиционных игрищ, которые раньше проводились в Масленицу. Веселье, смех, задорная музыка – обязательные атрибуты славянского праздника. Игры для детей в областном музее подготовили разнообразные. Снежка-бол, конкурс на равновесие и другие. Побеждает дружба. В непринужденной обстановке дети узнали о традициях Масленицы и о том, что каждый день этой особенной недели имеет свое название. Понедельник – встреча, вторник – заигрыш. А какой день сегодня? Сегодня среда. Сегодня лакомка или обзорный день. Конечно, какая Масленица без блинов? Дети уплетают угощение за обе щеки. Обстановка подходящая. Находятся гости в импровизированной русской избе. Здесь у каждой вещи своя история. Старинные скатерти, рушники начала прошлого века, прялка. Глиняные горшки, которым тоже больше ста лет, которые делали русские переселенцы. Это деревянные чаши, которые у нас стоят. Это самовары. Это все конец 19 века. С тем, чтобы дети, когда зайдя в избу, почувствовали атмосферу русского праздника. Самое зрелищное действие Масленичной недели – сжигание сломенного чучела. Это действие проходило уже во дворе музея. От такого необычного экскурса в историю первоклассники гимназии «Бест» были в восторге. У многих из них Масленица – любимый праздник. Мы печем блины, гостей приглашаем. Салют иногда видим из окна. Мне понравились игры. Были веселые. Поздравляю всех с Масленицей. Желаю счастья и здоровья. Продлится музейный праздник. К нам приходит Масленица до 20 февраля. Ольга Загоруйко, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК.